всем привет теперь поговорим о турции будут были такие запросы в комментариях и всех в общем то интересует одно будет ли продолжаться экспансии турции будет поведение эрдогана здесь можно вообще сразу четко ответить что да точно будет почему так это видно из гороскопа самого эрдогана и тем более известно его точное время последние затмения все очень четко скажем так это акцентировали далее есть гороскоп турции на построена 1923 год и видно что самые ключевые события даже произойдут не в этом 2021 а скорее всего 2022 году были такой ключевой момент дело в том что турция у нас скорпион такой ярко выраженный по астрологии эрдоган рыба и у них так сказать любовь тригон между до рыбами и скорпионами его 2022 году у нас будет такая ситуация перехода юпитера в знак рыбы это тоже будет для них тригон это усилит амбиции вообще скорпион знак очень амбициозный который хочет власти которым никогда не бывает много и вот здесь будет такое пиковое значение но там множественные соединение лилит и видно что очень все будет на самом деле для турции непросто но точно понятно что это никуда не денется это видно из астрологии видно из общего поведения но например еще недавно в турции был такой лозунг два государства один народ это турция азербайджан и вот еще до карабаха у них появился новый лозунг 5 государства один народ туда уже попал и туркменистан узбекистан так далее как бы турция намекает что это ее зона влияния что надо им всем объединяться это а это по сути своей зона влияния россии здесь точно будет столкновение интересов но не только как бы жем так и россия здесь напряглась еще больше напрягся иран дело в том что после вот этой войны в карабахе был парад в азербайджане где выступал эрдоган и это фактически не показали в россии он сказал там очень интересные вещи он через одно произведение поэта намекнул на то что всем азербайджан сам пора объединиться именно азербайджанцы находящимся в иране дело в том что в иране есть провинция азербайджан и я кстати говоря говорю об этой провинции говоря про новую религию эры водолея дело в том что именно на этой территории на этой территории ирана где проживают азербайджанцы находятся святыни святыни зазара австризма и он намекнул что не только надо бы вернуть карабах но как бы типа надо вернуть и вот это в россии как бы сделали вид что это не заметили а в иране еще как вы заметили сделали ноту протеста провели акции на территории ну самого ирана вот именно этой провинции были выступления что азербайджанцы ирана никуда не хотят и так далее в общем там все очень непросто я думаю ран уже пожалел что не вмешал в ситуацию в карабахе потому что ничего хорошего для них не светит но самое удивительное в том что турция она вообще на всех направлениях пытается давить на кипр на грецию них очень острый конфликт там на данный момент снова возникает и турция решила фактически забыть о всех старых договоренностях в этих вопросах она ввела официально свои войска в ливию и там снова таки идет противодействие россии потому что другая сторона ливийского конфликта она такая скажем так прорусска получает от нас оружие и поддержку там работают так называемые вагнеровцы это тоже как отдельная песня в общем снова таки там идет такая встреча интересов ну и конечно же сирия и рака до этого не в ирак успели ввести войска по тихому мало кто знает потом в сирии так называемые про турецкие боевики работают они работают вообще по всем направлениям как бы вот этого создания называемые но османской империи его здесь самый главный вопрос это даже не столько возможность внешнего конфликта хотя при таких обстоятельствах по сути они уже есть так или иначе а то что и очень сильно может погубить их несколько скорпионовская тема какая-то внутренняя борьба за власть и экономический кризис может скорпионы знак который и богатеет а потом близко банкротится так вот если говорить о внешнеполитических успехов у турции они точно есть но при этом идет экономическая стагнация в самой стране и получается к модель советского союза когда мы вроде бы там ну в этом случае не в космос спутники запускаем запускаем дроны мы молодцы а с другой стороны у населения денег то все меньше и и внутри напряжение все больше и больше вот это скорее всего тема в 2022 году на очень ярко себя проявить тем более смотрите кироскоп эрдогана у него соединение марса и луны ученики близких градусах это говорит о чем скажем так и не в классической натальной а именно политическая строй говорит о таком конфликте с народом но уже была попытка переворота мятежа и считается что путину его заранее предупредил об этом но не исключено новое поэтому я бы сделал ставку на том что где-нибудь там в апреле 2022 года в турции будут очень нездоровое время возможно вот через это закончится экспансия возможен и внешний конфликт в двадцать втором двадцать третьем году вот такая вот история надеюсь мое видео было интересным полез для вас всем счастливо